Юрий, можно вопрос? Вот вы говорите, что Трамп притягивает насилие, но за три дня до покушения на Трампа Байден заявил на встрече со спонсорами, что пора взять Трампа на мушку. Это дословная цитата, есть аудио, есть видео. Вы не считаете, что это как раз тот самый пример хейт-спич и призыва к насилию, и что вот этот парнишка несчастный, который стрелял, он, скорее всего, откликнулся на этот прямой призыв Байдена к насилию? Ну, во-первых, вы смешиваете разные вещи, потому что это было заявление, конечно, фигуральное, мы знаем, что Байден ничего такого подобного не может сделать. Он официально может уничтожить Трампа. Он теперь по Верховному суду может его просто уничтожить, поэтому не надо рассказывать, что ему нужно делать какие-то посылы, во-первых. Во-вторых, этот парнишка, который это совершил, этот акт насилия, он не слышал, как это была закрытая встреча для доноров, для спонсоров, поэтому это вообще разные вещи. А когда Джей Ди Вэнс, который ненавидит Украину и говорит такие же вещи, что он говорит, это вообще вина Байдена, что это атака на Трампа, ну, я думаю, тут все уже тогда понятно. Юрий, это было во всех газетах, это было во всех, так сказать, источниках, это очень активно, так сказать, педалировали, разумеется, не демократические СМИ, а республиканские, но тем не менее, все-таки, если парнишка не глухонемой, а следит за этой историей, то, возможно, до него этот месседж дошел. Хорошо, продолжим даже. То есть вы считаете, что этот парнишка посмотрел на выступление Байдена и вдохновился, вдохновился тем, чтобы сделать, да этот парнишка абсолютно типичный парнишка, который белый, недовольный, неудовлетный молодежь с оружием, который делает насилие в нашей стране, и хорошо было бы, если республиканцы также выразили поддержку, когда это происходит в школах, а не когда это вот только против их, а где thoughts and prayers, молитвы и мысли с вами, этого теперь, оказывается, недостаточно, а вот когда детей убивают в школах, тогда республиканцы молчат, потому что это святое оружие, понимаете, это просто одностороннее мышление, которое завязано на насилии, и это конец республиканской партии. Глеб, можно я добавлю? Заряжать оружие, брать оружие в руки и идти отстаивать американскую демократию, на самом-то деле, он был задан правыми популистами, и сейчас это перекидывается и в левый дискурс, мы видим, со всех сторон мы видим радикализация, вэпонизация, да, скажем так, вэпонизация, не знаю, как сказать по-русски, политики со всех сторон. Я пропустил самый очевидный, Питер, вы правы. Да, действительно, это исходит от правого фланга, и да, теперь это подхвачено в каком-то смысле левым, но пропорции не те, потому что я был на протесте левых, это маленький, небольшой протест, и, кстати, ни одного украинского флага. Это было печально. Простите, Black Lives Matter, это тоже маленький мирный процесс, протест, на ваш взгляд, да, это тоже безоружные люди, которые не громят магазины, да, и призыв к белым, так сказать, вставать с оружием и защищать свои лавочки и мелкий бизнес, это, на ваш взгляд, не самозащита? Капитолий, кто устроил мятеж Капитолий, о чем вы говорите, что вы сравниваете? Ну, чистой воды, вот эти сраганы, я не смешусь. Вы Наварра на 4 месяца засадили, знаете такое, да, и причем свое 75-летие он встречал в тюрьме. Да, да. Один вопрос у меня только остается к вам. Вот вы говорите, что Трамп это фашист, и он, так сказать, устроит авторитарный режим. Почему в свой первый срок, когда он был реальным президентом, он не устроил авторитарный режим? Он работал, к этому все шло, его с трудом удалось вытолкнуть оттуда избирателям в первый раз. Как вы, если вы этого не видите, что прошла страна, насколько это было, и ничего было делать при Трампе, потому что Трамп все разваливал сам и собирался выводить, приказал выводить наши войска из Европы, отдал Афганистан талибам. Это же все, не надо мне рассказывать, что здесь, понимаете, я не хочу с вами спорить, потому что я не спорю с представителями российской пропаганды, а говорить то, что здесь каким-то образом, знаете, вина Байдена или демократов в этой ситуации, это как-то просто звучит иногда одежно. Продолжайте. Я просто на саммите НАТО, давайте я напомню о факте, потому что у меня больше нет вопросов к Юрию Рашкину. На саммите НАТО, по-моему, в 18-м году Трамп сидел и публично под телекамерой говорил европейцам, «Ребятки, а вы не хотите заняться серьезным реальным вооружением? Тратить больше денег, наладить заводы и пароходы, чтобы это все работало? Вводить войска, как вы сейчас говорите, Юрий, а ровно вы передергиваете факты. Трамп требовал, чтобы Европа взялась за ум и начала делать оружие. Вы чувствуете, как Трамп был прав? Ну да, в том смысле, что он заставил всех, потому что он показывает Америку как слабой. Америку при Трампе это будет страна, которая не в состоянии защитить своих союзников. Кому такой союзник нужен? Если Америка уходит из НАТО или остается в НАТО, это катастрофа для мира при Трампе. Европе придется срочно вооружаться, самой защищаться от Путина. Какая Украина? Это будет просто совсем другой мир. И я не знаю, что даже вам понравится там находиться, Глеб. Субтитры создавал DimaTorzok